будем знакомиться думаешь что за камера но все нет у меня больше ничего так ладно не ругайся хорошо не сильно ютюбер ну пусть будет так но он рассказывает про всякую технику для путешествий ну да видишь с камерой хочу буду просто так записывать как звать ты тут постоянно живешь или приезжаешь в город давай классно чувак это вот это вот на крупная какая рыба здесь будет еще молоко дает я посмотрел нагло я это решил погладить а у меня так ну слегка головой хорошо не рогами дерево залезу как на спину залезу чё на неё на корову и что в ответ сбрасывал рода устраивал как ковбой ну было немного ну отчаянный парень давай сфоткаемся с твоим уловом своих путешествиях я активно использую газовый гриль от компании по гриль количество блюд которые можно приготовить она просто колоссально словно говоря от яичницы и заканчивая сложными мясными блюдами вне поездок гриль активно используется на даче для приготовления обеденных блюд ужина тех же завтраков я эксплуатирую эти гриле достаточно давно они очень надежны просты в эксплуатации и просты в уходе я рекомендую этот гриль к приобретению тем более по промокоду анвир скидка 7 процентов по традиции все ссылочки с контактами телефоны сайт в описании к видео заходите на сайт звоните по телефону заказывайте гриле вам еще также проконсультирует и предложит по аксессуарам к этим грилем и конечно организует доставку всем добрый день и мы продолжаем рассказ про проект александра из междуреченском здравствуйте подписчики анатолия добра желаю здоровья и так у нас необычный проект это уаз профи причем у него достаточно длинная база и он идет так скажем с сменными насадками в виде модулей я правильно да совершенно верно задумка была сделать универсальный автопоезд в совокупности с прицепом и чтобы у него модули то есть жилые ставочки вот эти менялись местами и были взаимозаменяемы а изначально был изготовлена вкладыши в кузов который сейчас стоит на прицепе был сначала сделан он для этого кузова потом когда тот проект был завершён остался тент и каркас родной не выбрасывать не продавать не хотелось поэтому был приобретен еще прицеп мза по размерам кузова у вас профи и решено было сделать и взаимозаменяемый то есть этот переставить в мза и стента и каркаса сделать еще один модуль по автомобилю штатная почти все было установлено лебедка впереди электрическая и был бы усиленные рессоры добавлен лист и добавленные пружины от дэонексе то есть к рессорам да также на мост да да первая поездка на рыбалку показала что на сиденье которые установлены заводом составлялась всякие холодильники термоса ящики удочки все это складывалось на сиденье и функции сиденья она не выполняла поэтому было принято решение сиденья демонтировать и сделать внутри такой органайзер спальник ну вот таким образом была реализована эта идея то есть сиденья убраны ничто ничто не менялась то есть можно с легкостью взять этот органайзер вытащить из кабины поставить обратно сиденье если нужно в этом органайзер есть три отсека которые служат для перевозки всякого нужного снаряжения туристического то есть это там те же мангалы те же газовые отсеки газовый баллон и коптильня для рыбки да здесь все сделаны из фанеры это фанера 15 миллиметровая обычная фанера обклеена карпетом и окрантована такой специальный это пластик это дерево да здесь еще и в качестве подлокотника дополнительный столик до дополнительный столик со съемные на кронштейнах неруа мерлен обычно то есть он за легко снимается и может убраться 6 будет мешать крутые посередине ящик для быстродоступных вещей каких-то там может быть у дороги тоже водичка и тот же перекус и там цена которая можно легко достать и остановлюсь при этом смотрю опять зверобой присутствует тема зверобоем не присущи потому что как бы мне нравится к материал в плане того что он не марки и легко помыть можно и не жалея очень грязным где-то расстрявшись еще в этом органайзере есть отсек который здесь мелкий которым установлен два аккумулятора два аккумулятора по 100 ватт каждый которые означают свой модуль системы питания в 220 вольт солнечной с возможностью солнечной зарядки от панели солнечных на этом модуле стоит две панели по 310 ватт инвертор здесь стоит на 2 киловатта с чистым синусом со зарядным устройством от внешней сети и обеспечивает весь автопоезд электричеством также здесь установлена у нас потолочная система 9 tv и с возможностью отображения задней камеры на монитор плюс стоит маленький монитор стоит сзади задней камеры на которая на прицепе проекта проецирует фаркоп для прицепа а вот это вот антенна специфическая это для телевизора это да это для телевизора стоит приставка на солнце отвалилась уже представка центрального телевидения цифровое телевидение 20 каналов и она работает в любой точке работает в точке только в городском режиме где допустим да допустим достигаем сигнал ну и хорошо значит вроде не работает еще есть у меня дополнительный секрет поэтому к нему придем и попозже на по кабине как бы все вот эти вот кронштейны александр это вот что за штучки это кронштейны это не силовые пороги это опоры для задней площадки которая у нас служит площадкой для выхода из модуля и одновременно задним бортом это вот эти вот длинные трубы если я правильно понял совершенно верно вот эти стойки которые уже топорами для площадки она на цепи но для подстраховки все равно для устойчивости используют эти вот трубы так понятно по вот кузову я правильно понял что здесь изнут внутри судя по материалу это остался родное родная платформа родные борта да да совершенно верно родная платформа родные болот борта только обшиты рифленым алюминием и любимым материалом самодельщиков как бы я не исключение добавлено было вниз и небольшие рундучки то есть штатный кузов шоу вот досюда и тут как бы только крылья это все было добавлено сварена каркас рама и обшита алюминия а система выпуска это родная так нет система выпуска тюнинг никакой она пользы не приносит кроме как статического удовольствия так скажем гелендваген гелендваген понятно вот здесь никакие дверцы ничего не открывает нет здесь ничего нету это полностью съемный модуль который крепится вот на таких вот стяжках соблюдать что это груз до позиционируется это как груз и и поэтому регистрации в гаи не требует а вот это вот толстая фанера или это бруски или это пол так унесло это родной штатный пол влагостойка фанера толщина не знаю сколько ну тут двадцатка не меньше я думаю 22 данного этого это все равно здесь находится технические жидкости инструмент переноска газ и как бы ключи все такое следующем отсеке у нас находится бак топливный для отопителя салона на этом модуле китайского типа типовые басты а канистра такая хитрая форма это отчего канистра в любом автомобильном магазине продается ну так как канистра ну то есть импортная какая-то да потому что что-то необычное ну весь импорт я так понимаю что это китай я случайно увидел на ю тубе деля из финляндии тоже делает прицепы и у него увидел интересную конструкцию сделано из лестниц строительных и взял это на заметку как бы очень полезная штука и легко легкая и как бы доступно и изготавливает просто плюс еще поворотный механизм с фиксаторами да да есть на другом проекте у меня она же служит и маркизой и как бы универсальный получать пандус откидной я так понимаю тоже за основу взят борт или что-то это другое нет это был родной борт есть тоже обшитый фанерой то есть у этой модели машины сейчас получается два бары два задних борта съемных за ними взаимозаменяемых один один изготовленный из нуля со встроенным душевым поддоном для того чтобы можно было здесь до закрыта всего принять душ а вот это вот штука конструкция это запаска да это была запаска перенесена на задний борт из-за того что родное штатное место было занято баком для серой воды и бак для чистой воды там то есть у нас под нищем вместо запаски совершенно верно вот этот вот этот бак белый это для серой воды он стоит на кронштейн и родном от запаски закреплены и все как положено и когда он переполняется допустим буду сливается через этот краник где-то в специально отведенном месте а вот это я смотрю фанка стиральной машинки совершенно верно сантехника нас выручает поэтому без нее мы никуда бак закреплен стяжкой и сделано для него специальная такая платформа и закреплен это все стяжками платформа закреплена уже непосредственно самому бак для чистой воды коли мы уже здесь внизу он находится вон там это душевой бак для отдачи емкостью на это вот это вот черный до емкостью на 110 литров монтирован в него т.н. на полка родна полтора киловатта это белая коробочка до совершенно верно которая подогревает воду вот нагревает где-то за три часа наверное но при условии что есть 220 вольт от инвертора короче в общем нежелательно его использовать потому что я думаю что за три часа он как бы подсадит если тем более не будет солнечной погоды и не будет подпитки от внешнего источника 220 вот можно подогреть воду и будет горячая вода бак на 110 литров я уже как говорил заполняется он специальный там штуцер есть под давлением заполняется то есть такой горловины классический нет классической не это только коннектор которые для садов этих поливных систем так а вот здесь вот этот вот скос это вот что это штатный это штатный рундук заводской который открывается здесь вместе с номером это тоже слив так это слив идет уже сверху с рака она установлена и соединяется гофрой душевого суда у нас сюда если это происходит где-то не в городе то можно как бы на землю так если чтобы под машиной не был грязный удобно да 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 насос насос а то и 8 кемперовский да полтора бара он давит с автоматическим отключением давление повышается установлены опоры изготовлены из опорных колес от прицепов колеса удалено остается одна опора ручка укорочена это для того чтобы раскачки не было кемпере когда под ним внутри двигаешься по рессорам от рессора усиленная добавлен один лист и он стоит пружина от дэон икси а рессора также уазовская или от чего-то другого уазовская риса добавленная обрезанная коренной лист обрезанный просто ну лестница обычная простая без всяких электроприводов задвигается фиксатор и при движении она никуда не девается это то что от этих больших прицеп да это было выписано по интернету комплектующий для прицепов и таким образом она как бы довольно таки крепкая сохранена пвк ткань зачем почему чтобы не выбрасывать только и все да был изначально же я как уже говорил стоял сделан вот этот кемпер это стоял здесь и остался родной пвх тент и родной каркас выбрасывать жалко поэтому я решил сделать универсальный кемпер чтобы возможности можно было и возить всякий материал стройматериал и дом то есть внутри все универсальное все может вытащить цифру получится обычной формы а как вот этот сам модуль снимать ставить за счет чего этот дом он снимается здесь специальный домкрат есть обычный жигулевский вставляется поднимается специальный козел и раз автомобиль уезжает спокойно то есть четыре угла сейчас данный момент запенены потому что еще не пользовались а вот в этом уже какие размеры получились вот этого модуля одно родную высоту я знаю что мы убрали на 20 сантиметров ниже опустились для того чтобы сравнить очень большая была парусный с родным тентом он очень высокий был чтобы сравнять немножко хотя бы крышу кабины и тент и чтобы не такая большая парусным поэтому пришлось опустить на 20 сантиметров я считаю что получилось сохранили его ввиду того что больше смотрится как обычный простой фургоны заводского типа так окошки вот эти вот это люки от газели до вершины верно это люки от газели установлены сюда утеплитель здесь присутствует пеноплекса 25 миллиметров но здесь фанер или еще что-то нет или сразу утеплитель пошел стороны фанеры нету с внутренней стороны фанеры а вот эта штанга это что это перекладина служит для того чтобы когда закрытые стенки палатки здесь присутствуют к этой маркизе и стенки ставится перекладина вешается обычная душевая шторка и можно спокойно принимать душ и не стесняться того что тебя кто-то там может быть опять магазин на букву л здесь мы видим обыкновенные балконные двери да совершенно верно это был блок заказан по размеру именно для этого кемпера был заказан блок такого образа чтобы здесь не было перегородки для того чтобы можно было грузить какие-то крупногабаритные вещи он открывается получается что у нас погрузочный проем он такого плану больше метра наверное где-то метр сорок на почему вдруг черный свет на такой тяжелый черный цвет ну во первых то что дал удалось раздобыть а во вторых не такой уж марки так ну что внутрь я так понимаю это вот модный вот это вот и честь и коврики их там только не спрашивайте где купил да но это дешевле чем которые на заказ мобильном да это эти коврики его но не отороченные продаются в том же магазине так ну что пойдем внутрь да прошу модуль сделан в принципе для рыбалки и для охоты и поэтому особых удобств здесь больших нету и высоты такой чтобы там допустим в полный рост и она не нужна рыбаку что нужно порыбачить и поспать и как бы дальше и также путешественника я думаю что и многим другим заводского тента они заводчане городе даже гордятся этим новшеством у них клиент в середине прозрачный пвх материал для того чтобы освещение было когда не было солнечных панелей еще я решил оставить тоже вот этот проем именно для того чтобы свет был дополнен не знаю может быть это неправильно всегда можно брать и дошить все гениально просто это обычный садовый умывальник для дачи продается в любом дачном магазине который состоит из тумбы раковины и здесь еще у него стоит была мойка ну бак для воды небольшой банки воды здесь не нужен потому что водяная система здесь настроены другим образом мы под днищем бог да то что до была обклеена немножко тоже карпетом облагорожена раковина сделано на быстросъемах для того чтобы можно было снять ее и дальше достать печку или обслужить печка китайского типа дизельная если на возле воды идет нет это на обогрев салона идет китайского типа в 8 киловатт заявленная но греет я скажу прямо от души хорошо не знаю насколько долго будет работать пока работает так вот этот шкафчик такой хитрый конструкции с шторкой шкафчик приобретен в нашем любимом магазине предназначен для вещей тот же сахар те же ложки ну то есть это инструментальный органайзер для это нет это для ванных комнат предназначенный бытовой кран стоит кемперовский с микриком до микриком 1 вода 1 то есть либо холодная либо подогретая теплая либо горячее это был вопрос это просто откидной столика для дополнительного там возможности поставить либо чайник либо еще что-то там устанавливается как бы такая рабочая плоскость поверхность здесь здесь она тоже спальное место до сделать это это может быть это стол он планируется устанавливаться как быстросъемный столик вот здесь вот я заказал еще специально есть яхтенные посадочные места для того который монтируется в пол чтобы вам можно было допустим здесь здесь присесть по пить чаю чашечку кофе сесть здесь кто-то допустим отдыхает или спит очень удобный столик но получается как а этот механизм от чего тоже это механизм его родной столик был барный с длинной стойкой ножками то есть купленный я устал уж про этот магазин это было доминга зрение для стола еще не сделано но уже придумано но будет вешаться на эту дверку и фиксироваться ножка там будет специальным полукольцо сделаешь такое что поставил там зафиксировано в этих рундуках обычные рундуки обычные которые можно загрузить все необходимое снаряжение то есть просто огромный огромный они быстро съемные то есть крепление всего один был здесь и один болт внизу и вся эта конструкция снимается и если она нужно освободить пространство допустим для чего перевозки чего-то габарит здесь смотрю тоже интересное решение используют эти вот рейки до складские для стеллажа вот это я еще подглядел у сергея наумова он он же сделал середине столе помнишь если в кемпере нет не сергей а порошен кемпер ну возможно по моему сергей наумов тоже поставил андрей на андрей то есть андрей на извиняюсь андрей простите меня это делается столом все здесь можно сесть четвером и покушать если на улице нет такой возможности если идет дождь или непогода или еще кое-что это ставится сюда то есть получается с одной стороны идут уголки а с другой стороны просто на полочку все это получается у нас полутора спальню открывать два взрослых человека свободно дай свободно помещается рост 178 видите я спокойно лежу достаточно и здесь смотрю он во все уже мы можем ослабить вентилятор подсветочка есть да да то есть это как раз для чтения такой свет телевизор двадцать двадцать это полуторная кровать может стать двухспальной полноценной кроватью за счет поднять и вот этого вот этого и вот этот ящик передвигается и ставится туда в середину так то есть вот этот ящик вытаскивается отсюда и ставится сюда получается вся кровать метр шестьдесят пять так метр восемьдесят встречи так ну отлично так а вот это вот тоже по такой же схеме это такая же схема как вот это вот этот ящик полностью вытаскивается оттуда это поднимается и он между ними встает получается ровно шкаф для одежды . для воды и же 3 серии до дачной что и это то есть какую-то чистую одежду можно сложить там какие-то верхние головные уборы тут розеточка 12 вольт стоит для того что можно было зарядить что-нибудь там а внизу вот у нас для внизу получается нужны для посуды кухонной утворить душ да это душ купленный декстре по моему нет декатлон телевизор он 12 220 телевизор 220 вольт в качестве ресивера у него стоит xiaomi mi box от интернета показывает все что угодно ну то есть на эндероиде если есть интернет если есть любая связь мтс или там билайн и все прочие то вы всегда будете обеспечены новостями либо развлекательными развлекательные эти новости да здесь уже смотрю новая какая-то конструкция органайзера я так понимаю что это были изначально сумки они просто подвешены вверх ногами все наверно до перевернутые вот карманы получается видно что они как ногами это органайзеры для багажников любого автомобиля перевернутые прикручены потолку и к стене как бы такое решение было принято что пока показала практика довольно таки крепкая и довольно таки удобная вещь видно все что там не искать каждый не не открывать здесь я смотрю еще есть шторочка шторочка да можно закрыться переодеться там и так вот youtube все анвер чудит удачное место коровки тут пришли тимофей зовут того парнишку рыбака показал свой улов корову один раз чуть не поймал с молоком вот а вон там он корова вот пятнистая рыжая меня чуть не боднула хотел погладить нам диверсант пришел просочился там побоялся между машин найти а вот тут просочился все мы его спалили то есть это как это надо лайфхак да если хочешь прогнать корову начнили снимать это было первый для у вас профи модуль изготовлены последствии был изготовлен второй было принято решение перенести этот модуль с у вас профи на прицеп из-за того что во первых он получился немножко тяжелый и во вторых как бы нужно было использовать и тот модуль поэтому было принято решение перенести его на прицеп прицеп производства м зса размер его 296 ширина 3 с чем-то точно сейчас не вспомню длина двухосный прицеп был выбран именно по размерам этого модуля чтобы он без всяких переделок вошел прицеп вот он также сделан по технологии каркас да и уже пошло в обшивку утепление да совершенно верно в основе заложен каркас из профильной трубы 25 на 25 сварными швами был соединен обшит снаружи рифленым алюминием утеплитель двадцатка пеноплекция и фанера обклеена карпетом фанера обыкновенная или влагостойка фанера обыкновенная четверка толщина получается это еще было и привязка к раскрою листа да то есть размер чтобы да совершенно верно потому что лист рифленый идет размером 120 поэтому были нет тоже учитывалось так вот тогда начинаем с передка что мы видим что есть да еще как бы когда при этом могут стоял на вас профи при откидывании борта но сразу бар украшение бара кухонный фальш панель для кухни все доступно и в обычном давайте александр спереди что у нас да 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 канистра это для воды я так поле переделом когда стоял этот модуль на базе уаза профи это канистра служила ну так скажем вспомогательной для того чтобы можно было быстро помыть руки какие-то овощи посудку про себя что накручивалось сюда накручивался сланг от душа а потом есть в комплекте у него пробка с души странами душевой лейкой то есть можно было на увазе был повыше ему нет душ когда за солнечный день канистра нагревается для чего не топливный бак отопителя салона фирма webasto 2 киловатта лестница сделана из уазовской лестницы задней перегнутые колени для того чтобы можно было залезть на крышу обслужить солнечные панели которые стоят на крыше две панели по 310 ух ты серьезно запас у нас вот целый день вентилятор гонит воздух и вообще без вопроса до вентилятор кемперовский александр а зачем вот на прицепе фары автомобиля когда этот модуль стоял уазики одни с верхней люстра и освещение как бы дополнительное освещение было когда он стоит на машине на машине понятно когда он переехал сюда на прицеп и демонтировать я не стал потому что модули универсальные можно в любой момент переставить туда так понятно окошки это уазовский да это оконные решения сережа да 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 всем известные производители окон неплохие окна и самодельщики пользуются сереж ты понимаешь да к чему я клоню делая паузу для даже в кузбассе используют ваши распилена лестница пополам ставлю на алюминиевый профиль 30 на 30 прямо в оставшиеся ступеньки концы и заклепанном заклепки никакой сварки никакого труда не составляет сварки не нужно специально орган для надо так это уже от отопителя выхлоп виден да это выхлоп отопителя выбаста я уже говорил два киловатта который внутри там получается я правильно потому что если вот этот модуль ставить на уазик да то там же получается такая же площадка нет нет он получается в ровень борт закрывается в районе с этой этой площадке нету эта площадка образовалась до того что прицеп был именно такого размера и в данный момент час на это место изготавливается второй так дополнительно так скажем дополнительный модуль в котором будет размещаться душевая кабина и шкаф для всяких нужных вещей так но здесь я так понимаю что а вот с этой стороны у нас это светодиодная лента да я так понимаю короб спрятая это как бы и служит и отливным стоком и светодиодная лента для освещения наружная наружного освещения ну маркиза это так понимаю прямая то есть она бог только выдвигается уазовская маркиза купленная вместе с уазиком официального дилера у вас длина маркизы на вылете 2 метра ну и длина она тоже 2 на 2 когда второй модуль будет готов и будет он устанавливаться отдельно от этого модуля то есть его можно будет снять спокойно поставить рядом поставить модуль с уазика который тентованный сюда и поставить опять же второй модуль и все это будет универсально всей взаимозаменяем то есть я правильно понимаю что то что сейчас патентом он такого же размера как абсолютно одинаковые модули по размерам визуально так он смотрится как бы более до универсальности заключается в том что они абсолютно одинаковые могут меняться зависимости от настроения его обладателя дверь сделано опять же как и на том модуле двойная то есть для возможности погрузки каких-то крупногабаритных вещей или это загнать тот же мотоцикл что в тот модуль что в этот можно небольшой мотоцикл для путешествий загнать или как бы для этого открывается обе двери здесь это уже двери полностью собственного изготовления это двери изготавливались собственноручно материалов алюминий рифленый алюминий и фанера скорпет и утеплитель это я так понимаю решение от бутылочного ящика да совершенно верно жаловый ящик выбросить жалко и приделать не получилось вот такая подставочка очень удобно можно разместить любые напитки тоже растительное масло чтобы он не каталась по салону и опять же смотрю что кузов закреплен в чистом виде как груз на быстро да совершенно верно все это является грузом перевозимым поэтому я уже говорил регистрации дополнительно но тем более здесь и борта даже сохранены поэтому назначение как был бортовой так он бортовой остался так ну что внутри смотрим раз уж когда мы эту дверь откроем тогда сразу открывается нам сердце ну скажем так не сердце технический отделка которым находится фильтр тонкой очистки для воды обогреватель webasto просто все органы управления для webasto и коммуникация подача воды и слив воды как бы и сам смеситель кран и управление насосом и webasto здесь какой-то хитрым как это обыкновенный бытовой новинный бытовой ран который работает под подачу воды а вот эта кнопка это отличает режим меняет режим до лейки или и вот это беды а это уже идет душевая века так не вижу саму раковину то есть стекает раковина раковина сделано таким образом чтобы не занимать рабочую поверхность стола она спрятана вот в такой ящик и вот так вот это все происходит включается насос подачу интересно по обычная миска и самодельщики кемперы давно уже используют так вода сама насос где находится насос находится емкость для воды когда стоит на прицепе этот кемпер то она стоит здесь 40 литров воды и не строим насос когда стоит на автомобиле просто подключается вода там насос отдельно подключается вода сюда и питается уже труба у бака это место танистр освобождается под холодильник который который под него рассчитывалось мы видим в том моду для даме 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 даметик владельник контрессорный он сюда помещается под него под его размеры делалось фасады это все покупные гости до фасады до наш любимый магазин с правой стороны в этом отсеке у нас ездит временно сейчас пока органайзер такой стоит когда мы ездим путешествие женой здесь размещается биотуалет который обычный маленький вопрос здесь у нас ездит когда мы же на место он вытаскивается ставится либо в палатку либо здесь кнопки кемперовские но не везде есть такие здесь у нас находится располагается шкаф для верхней одежды для того чтобы можно было одеться чистая и наоборот походную одежду но здесь я так вижу вообще стоит диван даже машина верно здесь стоит обычный диван и очень было трудно подобрать размер его получилось никаких переделок он не претерпел полутора на спальню два взрослых человека свободно классный и вот еще сверху целый полочка да тоже там да это полочка для всяких нужных и ненужных вещей которые вам могут пригодиться могут и не пригодится данном случае здесь всякие вентиляторы провода светильники всякое прочее действенное все использованы как и в том кемпере зверобойная тема это органайзеры это органайзеры багажные перевернутые верх ногами закрепленные а вот это в пакете конструкции это что это стульчак откидной для душевой кабины бытовой это для инвалидов до или пожилых людей да нет ну да для пожилых людей используется для того чтобы душевой там можно было сесть и помыть но его приспособили вот сюда таким макаром для того чтобы когда диван сложенный можно было сесть спокойно здесь одному человеку попить чайку так не здесь система солнечных панелей уже внутри до сверху отличие от того модуля да да совершенно верно здесь была использована тоже такой же инвертор с зарядкой от солнечной батареи в данный момент сейчас идет зарядка от солнца заряжается аккумулятор его мощности здесь один киловатт а сам аккумулятор где стоит как не могу вам сам аккумулятор стоит за диваном если мы сейчас поднимем спинку сможем увидеть что стоит там аккумулятор 100 ампер часов гелевый нужно сдвигать диван что-то если что за спинку туда до сюда да диван как бы удобно вот было такое приспособление сделаны для того чтобы можно было его поднять сложить здесь еще одна маленькая полочка . типа декоративно на самом деле она закрывает провода выходящие из инвертора и прячет как бы здесь так но здесь смотрю все-таки любите вы телевизору на природе использовать и есть еще что-то столик да да здесь установлен телевизор опять же даже тот же андероид приставка xiaomi mi box который работает интернета и ловит любые программы телевизор расположен таким образом что можно его через окно открыв окно вытащить до на улицу и посмотреть на улице уже под маркизой сидя на природе есть здесь откидной рабочий столик который можно допустить это уже готовы остались цель фасад какой совершенно верно это панель для душевых комнат и для какой-то для мебели и все вот эти вот кронштейны тоже здесь как бы тоже есть такая же полочка она предназначена для того чтобы поставить либо плиточку газовую либо чайничек подключиться и но тут все кипит шкорчит и давайте покажем как открывается замок тут же защелки он не просто взял пол все надежные просто для тут небольшой столик для женщин для того чтобы можно было посесть на табуреточки примарафетиться на красные на танцы это тоже как и в том модуле использовалась такой же ящичек для всяких можно надлежностей вот как раз и демонстрируем что соль перец там кофе ложечки а вот еще вот эта вот штука насколько она крепкая вот я смотрю ножницы висят по кочкам вроде бы ехали насколько это крепко все держит чтобы не упал ножницы висят с момента когда их сюда прилепили это прошло уже две поездки на здесь тоже расположена у нас и шторочка а получается двойной тамбур да и небольшой гардеробчик для верхней одежды тут можно повесить допустим куртку там или еще что-то тут небольшой такая ниша в котором ездят туборетки туристические и вот еще там за спиной еще одна штамга и более плотную штура но такая же штура и там то же самое сельская серия может закрыться переодеться вот это вот я увидел это микрик включение насоса да это насосы который включает подачу воды то есть здесь когда стоит этот бак когда встретили в прицепе бак получается этот я уже беру за стоит машине там другой бак и другой насос вот это уже кошка это газель ска до кошка газели вская сюда она была встроена для того чтобы когда ездит и когда будет 2 модуль здесь будет дешевой поддон чтобы можно было взять леечку просунуть и понятно пользоваться в этом модуле следующая серия вы увидите вот тот вот прицеп в нем располагается баня так что мы с вами не прощаемся приглашаем посмотреть третью часть а пока мы пойдем готовить баню до новых встреч всем пока пока а вот и 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 Продолжение следует...